Казалось, внутри поперкнется вот-вот, и так ОТК проскочивший завод, но ангел стоял над моей головой, и я оставался живой. На тысячу ватт замыкала ампер, но ангельский голос не то чтобы пел, не то чтобы молился, но в темный провал на воздух по имени звал. Все золото Праги и весь Чуингам Манхэттена бросить к прекрасным ногам, я клялся, но ангел планиты моей, как друг, отсоветовал ей. И ноги поджал к подбородку зверек, как требовал знающий вдоль поперек, за так пожалей и о клятвах забудь, и оберег бился о грудь. И здесь, в январе, отрицающем год, минувший, не вспомнить на стуле колгот, бутылки за шкафом, еды на полу, молчала, прости, на колу. Зажги сигаретку, да пепел стряхни, по следам кино, по субботам стряпни, упрека, зачем так набрался вчера, прощенье и эцетера. Не будет, и ангел, стараясь развлечь, заводит шарманку про русскую речь. Вот это, мол, вещь, и приносит стиво, и пыль обдувает с него. Ты дым выдыхаешь, вдыхаешь губя некрепкую плоть, а как спросит тебя насмешник Мефодий и умник Кирилл, и много же ты накурил. И менее и текел, всему упорсин, и стрелочник Иов допек, упросил, чтоб вашему брату в потемках шептать, вернется, вернется опять. На чудо положимся, бросим чудить, как дети, каракули сядем чертить, глядишь, из прилежных кружков и штрихов проглянет изнанка стихов. Глядишь, заработает в горле кадык, начнет к языку подбираться впритык, а рот, разлепившийся над две губы, прощенья просить у судьбы. Продолжение следует...